Слава Господу, дорогие братья и сестры, как чудесно быть в Доме Божьем и быть частью Его Божественной Церкви. Вы знаете, я встречал таких христиан-одиночек, которые не посещают богослужения. Когда-то они посещали богослужения, были, может быть, горячими христианами, и сегодня сидят по домам. И таких, может быть, сотни в городе. И они говорят, мы верующие, у нас есть Слово Божие, у нас есть Дух Святой, мы принадлежим Вселенской Церкви. Это величайшее заблуждение. Это величайшее заблуждение, друзья мои. Если мы спросим у прохожего, а кого твоя деятельность, он скажет, я профессиональный хоккеист. А где твоя команда, а у меня ее нет, я один. Это ненормально. Есть в команде защитники, есть вратари, есть нападающие. В Церкви есть проповедники, есть евангелисты, есть пророки, есть служителя, есть молитвенники, есть братья и сестры. И в Церкви Божией мы приобщаемся к Телу Христа. В Церкви Божией мы прославляем Господа. Это можно сделать только в Доме Божьем. И в Церкви Божией мы находимся под крылом Господа. Человек, который находится один, он находится вне Тела Христа. Да, я сегодня хотел бы проповедовать Слово Божие. Я взял место из Писания, вернее, название проповеди. Это 21 глава, притч, 1 стих. Это название проповеди. «Сердце Царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет он, направляет его». И я хотел бы проповедовать также сегодня из книги «Исфирь». И немножко продолжить ту проповедь, о которой я говорил в прошлый раз. И я напомню эту историю. Народ израильский в воспитательных мерах был взят в плен царем Вавионским и рассеян в 126 областей народе ассирийским. И мы знаем, там был такой человек, имя его Мордахей. Это был он праведный, знающий Господа. И мы знаем, там же был Аман II после царя. Это был очень злой человек, жестокий человек, своевольный, гордый. И было такое повеление, чтобы всякие, когда он выходил из царского дворца, падали и кланялись перед ним. И мы знаем, что Мордахей, он не стал кланяться царю по одной причине, что он сказал им, ибо он сообщил им, что он иудеянин. Этим он провозгласил, что он человек Божий, у него есть Слово Божие, у него есть заповеди Божии, которые он ставит выше. И он не стал поклоняться. И мы знаем потом историю, что произошло дальше. Аман ожесточился и решил уничтожить весь народ израильский. Весь. Давайте представим. Это стариков, женщин, детей, юношей, молодых, пожилых, младенцев. И уже был назначен день уничтожить этих людей. Народ израильский. Давайте примерим это к нашей жизни. Такое-то время, все. И нет никакой надежды. Нет никакой. Подписан приказ царский. И этот приказ невозможно было отменить. Все. И мы читаем, что здесь великая скорбь евреев. Это 4 глава с 1 стиха. Когда Мардахей узнал все, что делалось, раздрал одежды свои, и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города, и взывал с воплем великим и горьким. Вот это действительно было горе. Это было великое горе и переживание. Что придет тот день, и в этот день всех уничтожат. Я думаю, были другие народы, люди, которые знали, что этот день придет. Они находили эти дома, где находятся евреи, и, наверное, уже делили имущество. Что вот в это время, в этом доме никого не будет, и мы займем этот дом. И это было все явно. Я думаю, так оно и было. Они уже делили имущество. И если смотреть на это видимое, то это, конечно, страшно. Это великая скорбь. Но я сегодня хочу проповедовать, продолжать тему, что было еще что-то невидимое, что не видел Мордахей, что не видел народ израильский. Это действие Божие. Еще до того, как Сатана вложил, не вложил в сердце Аман, уничтожил народ израильский, Господь уже начал проявлять шаги и действия по освобождению его народа. И это есть в книге «Исфирь». Если мы будем читать первые главы, я немножко так расскажу, чтобы все не читать. мы знаем, что царь Исфирьский, он пригласил множество начальников войск, он пригласил на свой пир вельмож, и они там пировали, гуляли. И потом он решил показать царицу Астинь, какая она красивая и прекрасная, народу. И по всей видимости, это была гордая молодая женщина. Она не захотела пойти к царю, отказалась. И да, царь в гневе своем, он возмутился и стал советоваться с мудрецами. Как поступить ему в этом случае? Очень важно советоваться. Это, ну, хорошо сделал царь, даже такой величный и гордый. И да, мы прибрегаем советами. Нам надо советоваться мужьям с женами, женами с мужьями, советоваться с братьями, советоваться с журтелями. И здесь он посоветовался. Ему дали такой совет. Я думаю, этот совет от Господа. Я прочитаю его. Первая глава книги Свет, 19 стих. «Если Богу угодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидское и медийское, и не отменяется в том, что Астинь не будет входить пред лицо царя Артур-Сердца, а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее». Господь что-то стал уже делать, какие-то шаги по освобождению своего народа. Вы знаете, он кого хочет, возвышает, а кого хочет, унижает. И здесь он устраняет Астинь и ему советуют подыскать лучшую, которая будет лучше, чем эта царица Астинь. И этой царицей стала одна еврейская девушка, которая хотела впоследствии уничтожить Аман и звали ее Исфирь. Это был план Божий. Господь управлял, уже начинал управлять сердцами, сердцем вот этих вельмож и стал управлять сердцем царя. Это такой первый шаг. И далее Мардахей, он говорит также, отмечает ей, что ты для этого и принял это достоинство для определенной цели. Господь нас тоже избирает для определенной цели в Церкви Божией. Чтобы мы были благословением друг для друга. Чтобы благословения были для Церкви и благословения были для окружающих нас людей. И второй шаг, где Господь совершает для спасения народа Божьего, это когда Мардахей спасает жизнь царю. Это вторая глава, 21 стих. В это время, как Мардахей сидел у ворот царских, два царских евнух, Кагафа и Ефара, оберегавшие порог, озлобились и замышляли на ультруку на царя Атарсерца. Узнав о том, Мардахей сообщил царице Исфире, а Исфирь сказала царю от имени Мардахея. Дело было следовательно и найдено верным. Мы видим, ну кажется, что он доложил о том, что хотят покушение на царя готовиться. Сообщил об этом. Ему даже спасибо за это не сказали. Никакой благодарности он последствия получил. Было записано в памятной книге нечто. Вот такой-то, такой-то совершил доброе дело для царя. Господь так сделал. И потом это пригодилось. И следующий шаг мы видим, как Господь управляет сердцем царя. Это когда ночью отнимают сон у него. В этот день должны были повесить Мардахея и Господь ночью будит царя. Он этого не знает, не понимает. Отнимает сон у него и ложит ему на сердце. Возьми памятную книгу и посмотри ее. Ну, кажется, делать нечего царю ночью. Читать памятную книгу. Но он так сделал, потому что Господь-то захотел. Он ему читает памятную книгу и там находит имя Мардахей. Какая ему услуга? Что ему сделали? А ничего ему не сделали. Никакой услуги. И впоследствии он становится вторым после царя. Уважаем во всем народе. И Господь дает возможность защищаться народу Божьему и спасать свои дома, свои семьи, своих детей. Слава Господу! И да, мы не видим невидимое. Мы смотрим на видимое. Но Господь заранее что-то уже делал, потому что Он вперед все видит и знает. Сегодня ребята с реабилитации находились в таком-то положении. Тоже многое не знали, не видели, но для них уже был приготовлен центр. Для крещиков приготовлена церковь Божия для спасения. Часто мы видим только видимое. И когда мы строим фокус на видимом, наша вера, она слабеет, приходит страх, неуверенность. Мы смотрим на нарушительную силу сатаны, но Слово нас Божие учит смотреть на созидающую силу Божию. Слава Богу! Слава Господу! Мы не березотычны для Господа. Церковь его в центре внимания во всей вселенной. Я вспоминаю случай своей жизни и я в молодости где-то слышал Слово Божие. У меня мама была верующая. И вот он приехал в город и работал небольшого отдела, начальником отдела на манометровом заводе. Это была партийная должность. Все первые были партийной должности. И вы знаете, мне так тяжело было находиться на этих партийных собраниях. Они так меня изнемогали. Мне так хотелось где-то побыть с Божьим народом и Существом Божьем. Но где в 80-м годе можно было найти церковь? Кого не спросят на улице, где находится Евангельская церковь? Никто бы тебе не сказал или вообще понятно как показали. И такое было сильное желание. Господь так сильно влек. И в одно время не звонит ситая партийная организация завода и говорит тебе нужно быть в Респолкоме в такое это время. Я пришел в Респолком в рабочее время, зашел в кабинет, там сидели еще люди, и вышла женщина, и она говорит, в горе Томске есть нетрехристианские общины и нужно их посетить. Это как партийное задание. Посетить тайно. И когда вы придете, сядете сзади, спереди будут сидеть дети, вы посчитайте сколько находятся детей, о чем будет проповедь, вкратце пометить, в конце передают приветы, и вы запомните эти приветы, откуда они. И когда они стали раздавать адреса, и мне дали адрес баптистом на Алтайскую. Я не мог дождаться, когда придет воскресенье, чтобы побыть там. И когда я пришел на это богослужение, к ней подошли два брата, нефильды, Виктор и Владимир, они сейчас в деканале там, они молодые еще ребята, они спрашивают меня, ты по работе или как? Я говорю, вообще сам хочу так быть, здесь побыть на богослужение. заявление, прошу меня исключить из партии туда-сюда. Вы знаете, они давали мне читать Слово Божие, я иногда читал. Конечно, еще 10 лет меня жизнь мотала туда-сюда. Но тем более Бог отвечает, когда мы жаждем. Бог отвечает, когда мы Его ищем. Потому что Он больше хочет, чем мы этого хотим. Слава Господу! Помолимся Господу, поблагодарим Его и будем доверять Его и смотреть Его на Его силу и Его могущество. Аминь.